Всем доброе утро! Сегодня я буду красить волосы. 1 сентября. Совсем скоро. Мы, кстати, готовимся уже вплотную. Вчера у нас в школе была медкомиссия. Познакомились с нашим новым классным руководителем. У нас опять новый классный руководитель. Я надеюсь, что хотя бы этот классный руководитель уже доведет детей до 4 класса, до конца. 4 класса, потому что в любом случае в 5 классе уже будут другие учителя. Но хотя бы 3-4 класс, чтобы был один классный руководитель. Потому что детям, конечно, это трудно постоянно привыкать к новому классному руководителю. Скажу, что мы купили Меланик в школе. Но не буду показывать канцелярию, потому что я ее уже показывала. Это очень-очень долго и очень-очень много. Кстати, нам выдали вчера в школе тоже тетради, на которые мы сдавали деньги. Дневники, учебники уже нам сказали, наверное, или первого, или в первый учебный день. То есть, получается, первая это пятница, то значит, понедельник может быть. Может быть, уже 1 сентября вот этот учебник и дневник. Вчера выдали тетради, большая такая стопочка, точнее, тетради. Но мы в любом случае закупились тоже тетрадями, и тоненькими, и в косую линию, и просто в линии, в клетку. Разные-разные. В общем, сейчас я вам покажу одежду, туфельки. Так, мы Меланке купили. У нее, конечно, еще рюкзаки остались с прошлого года. Тоже в хорошем состоянии. У нее и красный, у нее и черный с белым есть рюкзак, у нее есть желтый рюкзак, вот, поэтому он, а, у нее еще и с авокадо красивый рюкзак, в идеальном состоянии все рюкзаки, но захотелось и обновить, поэтому мы купили и новенькие рюкзачки. Взяли вот такой рюкзак, очень он мне нравится. Меланке, кстати, понравился, но Меланке больше всего понравился другой. Сейчас тоже его покажу. Вот такой рюкзак, он очень вместительный, здесь много разных отделений, кармашки. В общем, здесь внутри достаточно он вместительный, тоже несколько отделений, плюс еще вот такие вот небольшие кармашки здесь есть. Сбоку для, допустим, водичку взять с собой, бутылочки, здесь тоже еще такой потайной, скажем, кармашек, что-то можно положить. Здесь регулируются лямочки, они очень мягенькие, хорошие, в общем, в таком цвете. Этот рюкзак мы заказали, но Лика его себе взяла. Лика, конечно, в университет ходит с сумками, этот рюкзак она заказала, знаете, куда-то ездим, там, допустим, на базу отдыха или вот на море. А Лика кладет в такой рюкзак косметичку, что-то такие, какие-то вещи. Я имею в виду для этих целей заказали новый рюкзачок. А в универ, она, конечно, ходит с обычными сумками. И, кстати, в комментариях у нас как-то спрашивали, вы покупаете в основном все в Милане, в школу, а Лике вообще ничего. Лике, как бы, школу она уже закончила, и она уже сейчас переходит на третий курс в университет. И что в университете нужно? Это пару ручек, ну, может быть, карандашик, там, текстовыделители, и пару тетрадей. Лика купила ручек 10, кучу карандашей, очень много текстовыделителей. У нас еще и осталось их с прошлого и с позапрошлого года. Много-много взяла себе разных тетрадей. Так что Лика не обделена канцелярией, в университет много не нужно. И просто такие покупки для Лики, как бы, она у себя в основном показывает, поэтому переходите на Ликин канал. Лика лайф, если что, ссылочка на все наши каналы в описании под видео. И, кстати, у меня в Дзен выходят чаще видео, больше видео, поэтому и в Дзен переходите. Ссылочка на мой Дзен канал тоже в описании под видео. Так что всю канцелярию можете посмотреть у Ликин. Но здесь я тоже, конечно, показываю что-то. Итак, перейдем к рюкзаку. Вот этот рюкзак Миланке очень-очень понравился. Он очень похож с этим рюкзаком, но немножко как бы отличается. Здесь вот кармашек, допустим, такой прозрачный. Здесь вот такой карман. Ну, в общем, Миланке понравился вот этот. И она хочет пойти... Ну, на 1 сентября, я думаю, рюкзаку он не нужен. А вот уже 2-3 получается выходной, а 4-го, да, она уже идет в школу. Потому что 1-ая это пятница, потом суббота, воскресенье, выходной, в понедельник уже в школу. Вот она пойдет на первый учебный день и, наверное, вот с этим рюкзачком. Будем показывать, собирать она будет. Она уже, кстати, пенал собрала у себя на канале, показала. Ну, может быть, конечно, еще и передумает. Она так, знаете, частенько так и собрала пенал, потом через пару дней, ой, нет, я хочу по-другому его собрать. И вот так вот меняются у нее интересы, поэтому... Поэтому, собственно, для ребенка и хорошо, знаете, сколько рюкзаков, несколько вариантов и в разных цветах. Сегодня она захотела такое, завтра захочет красный взять. У нее еще, кстати, черный есть, вельветовый такой рюкзачок. Но, знаете, вельветовый не очень советую, потому что очень они, знаете, вот как магнитики, пыль все сцепляют на себя и выглядит, ну, постоянно надо щеточку очистить. В общем, с рюкзаками все понятно. Их очень много. И новенькие на всякий случай. Мы как бы, ну, не то, что на всякий случай, просто докупили для разнообразия. У Миланги есть новые, абсолютно новые вот такие вот брючки, темно-синие. У Милана вообще форма такая, что верх белый, бежевый, можно нежно-голубой, нежно-розовый. Вот такие цвета можно. Вот. И низ желательно темно-синий или черный. То есть это может быть брючки, могут быть брюки, может быть юбка. Темно-синий, черный. У Милана вот такие вот брючки очень красивые, темно-синие, но мы еще их не надевали. Они были большеваты в этом году. И, честно сказать, еще не мерили. Я думаю, как раз. Размер 146, думаю, как раз. Они такие в меру плотненькие, такие, знаете, трикотажные, но как бы такие вот, наверное, с резинкой, потому что очень хорошо тянутся. У Миланы с прошлого года осталась вот такая юбочка. Честно сказать, не мерили еще. Но я думаю, что она будет ей нормально. Очень классная юбка. Мы ее покупали, кстати, часто спрашивали, мы ее покупали в Аутлете. В Санкт-Петербурге есть такой торговый центр, скажем так, под открытым небом. Вот, открытые. И мы покупали там вот такую блузочку, юбочку и блузку. Но с блузки она уже выросла, блузка короткая. Я даже ее показывать не буду, я ее уже убрала. Вот, юбка, в принципе, более-менее нормальная, но мы все равно купили новую. Качество, кстати, очень хорошее. Два года она ходила вниз, соответственно, и больше всего в ней она ходила. Но зимой, правда, в брюках. И она в идеальном состоянии. А новенькая у Миланы вот такая красивая блузочка. Очень красивая. Я уже, кстати, показывала, как она смотрится. Очень приятное качество. Прям приятный такой хлопок. Ну, прям супер качество. И заказали Милане тоже юбочку. Темно-синий цвет. Вот такая с валаном сверху. И очень плотненько, хорошее такое качество. Кстати, очень похоже с этой. Но это немножко, она прям уже впритык. Милана сказала, ты ее не убирай, нет, нет, буду менять. Ну, а вот эту взяли такую немножко свободненько. Тоже как-то во влоге мы показывали весь этот наряд. Если я найду, если я не удалила эту запись, то я даже вставлю, как это выглядит. Дальше у Миланы есть вот такой кардиган в темно-синем цвете. На удивление, он еще ей как раз. Поэтому нет, нет. Иногда будут носить. Кстати, я не приготовила. Но у нее еще есть такой бомбер. Нет, он прям черный. Хотела сказать темно-синий. Он черный с белым. Тоже она его в школу носит. И вот такая вот блузочка. Это с прошлого года. Мы ее мерили в идеальном состоянии. Размер хороший. Такая красивая блузка с такими крылышками. Очень мне нравятся вот эти рукава. Здесь такой бантик темно-синий. Эти же мчужинки красивые очень. Очень такая вот красивая блузка. Здесь вот видите, как все выглядит красиво. Просто вообще прелесть. Брючки у нее, в которых она ходила с кожаными здесь по бокам вставочками. Это такие плотненькие. Резинка. Мы и покупали. Это бабушка Оля на день рождения. Миланка их выбрала. Она ей подарила. Хорошие очень брюки. И она, конечно же, в этом году тоже в них будет. То есть у нее темно-синие брюки и черные для разнообразия. И несколько, собственно, блузочек тоже есть. Также у Миланы есть вот этот сарафан. Но он ей будет маловат. Его мы, конечно, убираем. Это даже 128-й рост. Это вот такая вот тоже с коротким рукавом. Такие фонари. Красиво. Она очень смотрится. Это мы покупали, когда отдыхали в Сочи. Зашли в магазин. И там вот такая кофточка. Сейчас скажу, что за магазинчик. Да, вот Мак. Сделано в Турции. А сейчас еще не прохладно. Прям можно ходить с коротким рукавчиком. У нее такой вот молочном цвете с коротким рукавом. И вот такая вот беленькая вот под юбочку. Сейчас она будет эти блузочки носить. Еще у нее есть, но я сюда не принесла. Конечно, иногда разрешат. Как я же сказала, не только в белые и бежевые цвета. Можно и нежно-голубые, нежно-розовые. У нее есть еще пару блузок. Одна в нежно-голубом цвете и одна такая в нежно-розовом цвете. Еще, конечно, купили новые колготочки и в нежно-розовом, и вот такие в бежевом, в кремовом цвете, и пару в белом цвете. Открыла вот сейчас, чтобы и самой посмотреть, вам показать вот такой вот узор. Смотрите, беленькие колготочки, очень симпатично смотрятся на ножки. Прям мне нравится. Наверное, еще возьму. С прической я уже определилась. Тоже заказала, кстати, и у нее есть такие праздничные банты, но они не прям банты, такие, знаете, заколки, резиночки с красивыми бантиками, такие атласные бантики, белые с синим. И я заказала еще вот обычные белые плотные такие резинки. У меня уже есть кое-какая делать прическу. Я, конечно, влог буду снимать, как мы собираемся в школу на 1 сентября, потом, конечно, все покажу. Так, это вот такие вот новые туфельки мы взяли. Вот то, что хотела Милана, то, что ей понравилось. Ну, кто смотрит наши влоги, знает, я долго вообще выбирала Милане обувь очень долго. Такого плана туфельки с прошлого года, кстати. Она в тех туфлях проходила 2 года, они в идеальном состоянии. Я говорила, я бы, наверное, бы не меняла, если бы она из них не выросла, но они уже и маловаты. Они очень похожи, единственное, там натуральная кожа, здесь нет. Я хотела той же фирмы ей взять, но той фирмы, которая мне понравилась, в прошлом году она ходила, такого плана уже не было. Были кроссовки, а кроссовки, ну, мне не очень хотелось покупать школу, вот что-то средненькое, видите, между туфлями и кроссовками. Вот такие вот. Очень удобно их одевать, обувать. На физкультуру, допустим, они же переобуваются в кроссовке и вот удобно, без всяких вот этих шнурочков, без замочков здесь, которые вечно ломаются. Сняла, кроссовки переобула на физкультуру, форму на физкультуру, потом обратно переобулась, очень удобно, мало времени занимает, я говорю, не нужны никакие шнуровки, эти всякие замочки, которые вечно ломаются, липучки, которые вечно тоже перестают функционировать. Легкие, прям вообще легкие-легкие, вот что мне еще тоже понравилось. И белая подошва. У нас в школе просят, чтобы подошва была белая. В школе мы готовы, пишите, как у вас обстоят дела. Кстати, мы уже делаем букет на 1 сентября, но его показывать не буду пока, покажу уже 1 сентября. Вот так у нас обстоят дела с подготовкой к школе. Кстати, Миланка здесь решает контрольный, сейчас повторяем. С ней вчера писали и диктанты. Ну, нужно повторить, знаете, пробую, как бы, ну, за прошлый год какую-то программу, потому что, ну, все равно на каникулах мы не так часто занимались, конечно, занимались, но, во-первых, у них был читательский дневник, который нужно было заполнить, там, если не ошибаюсь, 70 листов, вот, мы сделали. Иногда читали, вот, иногда словарные слова писали, диктанты. И вот сейчас у нее тут два варианта, она, кстати, сделала два варианта. Так что, потихонечку тоже, нет-нет, вспоминаем всю программу второго класса. Хотим сейчас зайти в Сенсей, посмотреть, что здесь новенького, сто лет тут не были. я уже вижу, конечно же, школьная, к первому сентября, но не только школьная, конечно, в универ, такие вот юбочки. очень приятное качество. Свитер, кофточка, не знаю, что это такое. В общем, рюкзаки, блузочки. Вообще, Талика захотела зайти, посмотреть тут товар для дома. Смотрите, какой рюкзачок с пеналом. Сколько он стоит? Слушайте, 699 рублей всего лишь, представляете? Еще есть в таком цвете. Есть черный. И черный тоже. В общем, все они по 699 рублей. Представляешь, рюкзаки 699 рублей. Ну, да. Так и уже с пенальчиками. Цвета вот разные. Ну, они какие тоненькие. Как для обуви. Да, обычные. Обувь, смотри. Идем пример. Такой стиль, немножко не такой. Ну, да, необычный. Такой красивый очень цвет. Спокойно можно собраться. Да. Но он потоньше, чем вот эти вот. Вот эти плотнее. Это чиститанчик. Ну, тоже, не сказать, что они плотные такие же. Да, вот еще в бежевом цвете. Красивый голубой цвет, конечно. Вообще, их тут очень много. Рюкзаков. Ну, такие вот уже по полторы. 1600. Ну, вообще, тонюсенькие. Прям тряпочка-тряпочка. Да? Совсем не очень, мне кажется. А еще, смотрите, какие классные косметички здесь. Такие бархатные. 799 рублей. Очень красивый цвет. Прямо точен. По 399 рублей. Такие блестящие. Белые булочки. Тоненькие-тоненькие. 499 рублей. Чешки. Кто ищет? Это не чешки, да? Это балетки. 399 рублей. 899 рублей. Вот такой школьный сарафанчик в темно-синем цвете. Размеры есть разные. Мы пришли домой сейчас. Миланка. Смотрите, что приготовила. Это печеньки за 5 минут, которые написано в видео. Но, правда, я их делаю час. И готовятся они в микроволновке. Представляете? Сейчас будем пробовать. Написано 5 минут, а я сделаю час. Я делаю. Очень вкусно. Крути, а тут мука. Ты дырся, дырся. Кстати, честостат. Вкусно. Это сахарная пудра, если что, это не мука. У нас сегодня на обед пельмешки домашние сами лепили. Я сделала еще салатик овощной с маслом. Хлебушек домашний, кстати. А это Миланка приготовила печенюшки домашние. Всем приятного аппетита. Миланка сейчас болтается. Подружка сказала чуть попозже, она уже перекусила. Всем приятного аппетита. Кто кушает, вместе с нами.